Доброе утро, Елена Александровна. Сегодня я пришла к вам с очередным новым словом. Это слово пошлый. Оказывается, оно не всегда имело отрицательную окраску. Я хотела бы с вами об этом сегодня поговорить. Доброе утро, Карина. Слово потрясающее. Я его очень люблю, несмотря на то, что оно обозначает не совсем приятную вещь. Оно не всегда имело ту отрицательную окраску, которую мы сейчас придаем этому слову. И в нем очень хорошо видно движение от традиционного языка и традиционных представлений к современным. До 18 века пошлый, то есть пошелый, расхожий. Оно имело значение скорее традиционной, истое принятой. И даже можно сказать, оно не имело особо эмоциональной окраски. Оно просто обозначало нечто, что мы делали всегда. В 18 веке Василий Тредиаковский заметил, что современные семинаристы имеют пошлые познания в латинском языке. И в этом смысле он имел в виду, что они имеют плохие знания латинского языка. И ничего низкопробного здесь вроде бы нет. А затем это слово все дальше продвигалось в сторону как бы эмоциональной своей жизни. И в нем появлялось все больше оценочного и отрицательного значения. Ну, допустим, Пушкин сказал о Гоголе, что тот показал пошлость пошлого человека. Пошлость, то есть зауреатность и такую низкопробность человека, который сфокусирован исключительно на материальном взамен духовного. Ну, а у самого Пушкина, кстати, в Евгении Онегине есть тоже слово «пошлый». Правда, один раз он говорит, что есть слово «валгар», то есть вульгарный, да, и оно непереводимо на русский. Но на самом деле это очень близкие понятия. В Евгении Онегине сказано, что Онегин шепчет «пошлый мадригал» на ушко Ольге, ну, то есть сестрицы Татьяны Лариной. И в этом случае он не какие-нибудь нецензурные слова шепчет ей на ушко, надо понимать, а он шепчет то, что, ну, принято говорить девушке, допустим, какие у вас прекрасные глаза. Спасибо большое, Елена Александровна. Теперь мы узнали о другом значении слова «пошлый». Всем хорошего дня. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok